Жительница Техаса не могла поверить своим глазам, когда увидела грязного, мокрого мейнкуна. Кошка не уходила с мусорки, как ее не гнали. Люди брезговали даже трогать это животное. Однако человек, которому было не все равно, нашелся. Им оказалась жительница города Остин, где все и произошло. Она заметила мейнкуна, сидящим между мусорными баками. Животное не могло даже скрыться от дождя. И вот в таком виде мокрую, зловонную и грязную кошку отвезли в ветеринарную лечебницу Централ Тексас Кэт Хоспитал. Ветеринары Шейла и Майя осмотрели кошку и заключили, что мейнкун немобилен из-за паралича задних конечностей, который произошел вследствие травмы. К сожалению, дефект необратим. Было очевидно для всех, что мейнкун с особыми потребностями не сможет привлечь внимание новых хозяев. Это цинично, но факт есть факт. Кому не знать, как ветеринарам? Ведь помимо недействующих лап, мейнкун по этой же причине не может пользоваться лотком, и кошке необходимо надевать и менять подгузник, как младенцу. Только вот кошка не растет, и тщательный уход будет ей необходим всегда. Однако ветеринары нашли выход для животного очень скоро. Миссис Шейла Смит, осматривающая кошку, руководит приютом для животных Шэдоу Кэтс, который содержит на пожертвования волонтеров. Поэтому больного мейнкуна решили поместить туда и не на правах простой воспитанницы. Шэдоу Кэтс – особый, бесклеточный приют. Кошки там гуляют в относительной свободе. И эту кошку, которой дали имя Элси, было решено оставить в приюте навсегда. То есть, миссис Смит попросту стала ее хозяйкой, сделав Элси чем-то вроде символа благотворительной организации. Так что Элси большую часть жизни прожила, курсируя между Шэдоу Кэтс и ветеринарной клиникой хозяев, пока ее не отправили наслаждаться жизнью в дом, оградив от приютской суеты. Надо сказать, кошка Мейнкун полностью адаптировалась к условиям, в которых живет, и она действительно счастлива. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.